Ребят, всем привет! С 5 на 6 число весь мир содрогнулся ужасными кадрами, которые приходили из Турции. Все мы уже знаем, что в Турции произошло очень сильное землетрясение, и я этим людям очень сильно сочувствую, хотя бы потому, что однажды в своей жизни я тоже пережила землетрясение. Дело в том, что не каждый из вас знает, что я родом с Сахалина, и Сахалина очень часто потряхивает, и на Сахалине было несколько крупных землетрясений, но самое крупное, по моему мнению, произошло 28 мая 1995 года в поселке городского типа Нефтегорска. Буквально за считанные секунды, а именно 17 секунд, весь этот поселок был просто сердце лица земли. Но я родом с Паранайска, и вот, по-моему, 5 августа 2000 года, мне тогда было 22 года, в поселке Углегорск произошло землетрясение. По шкале Рихтера тогда это землетрясение оценивалось в 7 баллов. А город Паранайска от Углегорска находится по прямой 77 километров, и мы это тоже почувствовали. Так вот, я с вами хотела поделиться своими эмоциями, как это было. В общем, землетрясение произошло 8 часов 13 минут по местному времени. Это было утром. Тогда я помню, я пришла из дискотеки, легла спать, и утром посыпаюсь на диване от того, что диван трясется. Мне тогда еще показалось, что он трясется из-за того, что у нас, что кот о диван, но когти чешут. Ну, были такие у меня ощущения. Я, в принципе, вообще ничего не поняла. Мама была тогда на кухне и тоже не сообразила, но началось такое лязгание в кухне бытовых приборов. У нас стенка такая была, и там стояли стаканы, и вот они начали дребезжать и друг об друга стучаться. А братик тогда чистил зубы и тоже ничего не понял. Ему показалось, что, ну, просто что-то такое, дрожь какая-то, ну, дрожит дом. В общем, самая первая у нас реагировала мама. Она громко закричала, дети, быстро все подбегай, вставайте в проемы. Мы встали сначала, братик встал в проем в ванной. Я метнулась к проему на балконе, и мама вслед за мной побежала тоже к этому проему. Потом мама быстренько подозвала брата. Фу, я прям говорю и заново это переживаю. Потом мама быстренько подозвала брата, братик подскочил к нам, и мы все втроем встали вот в этот проем между балконом и залом. И произошел второй толчок, и я прям почувствовала, как дом, я прям это видела, я прям видела глазами, как дом от своей оси уходит, ну, наверное, влево сначала и вправо, ну, метра на два. Это было просто ужасное ощущение. Ну, вот в прямом смысле у тебя уходит земля из-под ног, и ты прям ждешь, что сейчас пойдет обрушение. В общем, как говорят, между первым толчком у вас есть 15 секунд, чтобы быстро покинуть дом. Мы, в чем мать родила, потому что это было утром, я, собственно, раздета, братьев в труселях, мама в ночнушке. Мы тогда, мы быстро подорвались, быстро спустились вниз, мы тогда жили на четвертом этаже, это был последний этаж дома, вообще в Паранайске там нет многоэтажных домов. Быстро спустились на улицу, вообще ничего с собой не взяли, ну, потому что у нас был шок, мы бы к этому были абсолютно не готовы, и я почему-то, я не знаю почему, у нас был радиотелефон тогда с переносной трубкой, и почему-то успела схватить только эту трубку. Естественно, там радиус действия этого телефона, кстати, тогда не было ни сотовых телефонов, ничего. Естественно, радиус действия этого, этой трубки, он там 20 метров, наверное, от самой станции, и он у меня не работал, ну, вот так вот на агонии я почему-то схватила трубку телефона, и не знаю почему. В общем, мы выскочили на улицу, тогда уже на улице была куча народу, все повыскакивали из своих домов, и очень долго мы не заходили вовнутрь, были повторные еще толчки, но, слава богу, в нашем городе не разрушилось ни одно здание, только по домам пошли так трещины, такие большие трещины, прям такие большие трещины по всем домам пошли, и, ну, впоследствии эти дома восстановили, и люди продолжали так жить. Ну, что я вам хочу сказать, вот эти вот эмоции, когда ты это переживаешь, это до такой степени так страшно, и так откладывается у тебя эмоционально в голове, что у меня вот братик, например, после этого месяц, наверное, не мог спать, и мы очень боялись домой зайти, очень многие жители города поуезжали на свои дачи, кто-то жил в палатках, кто-то вообще просто на лавочке трое суток ходил, ночевал, это было ужасно, это просто было реально ужасно, и вот эти вот последствия в виде эмоций, они потом тебя еще догоняют некоторое время, и после землетрясения еще опережатого страха, еще становится страшнее, люди панические атаки ловили, кто-то... Это было ужасно, ребята, это было ужасно, это было очень страшно, там, где был эпицентр этого землетрясения, там, конечно, разрушены были дома, очень много погибших, у нас, слава богу, все обошлось, но вот последствия, которые остались после этого землетрясения лично у нас, в нашей семье, они эмоциональны, мы теперь очень сильно реагируем, на каждое колыхание опощевое, и прям вспоминаются эти ощущения, нахлынувают, и поэтому я говорю, что я людей, которые пережили землетрясения, очень сильно понимаю, естественно, может быть, я не до конца понимаю их боль от утраты близких людей, но эмоционально я их очень чувствую, я чувствую прям их страх, а сейчас мы живем в Сочи, и Сочи, ребят, очень часто трясет, вот, например, этим летом мы пережили два небольших толчка, ну, как небольших толчка, как это здесь происходит, ну, у тебя шатается люстра, а первое землетрясение, я была на улице, я увидела, как соседние дома частные, прям, я видела, как они вибрируют, вот, тогда я не поняла, что это был толчок мне, и что это было землетрясение, мне только Валерка сказал потом, что, оказывается, было землетрясение, а второе землетрясение мы пережили лежа в кровати, опять же, как я в начале видео говорила, такое ощущение, что просто кот как будто бы дерет ногти о кровать, она начинает вибрировать, ну, и такое ощущение, у некоторых ощущение, как будто у тебя сердце заходится, у некоторых ощущение, вот, как у меня, как будто кто-то кровать дергает, а потом мы услышали очень жуткий хлопок, как будто бы большой сквозняк и очень сильно закрылись из-за сквозняка с грохотом окна или входная дверь, вот примерно так это было. Мы знали, что Сочи это сейсмически активная зона и что здесь частенько происходят толчки, но потом, почитав несколько статей, мы узнали, что оказывается Кавказские горы это молодые горы, существуют такие литросферные слои в Кавказских горах, где скапливается напряжение в плитах, и из-за вот этих вот мелких толчков, которые происходят частенько в Сочи, это напряжение с плит спадает, и это намного лучше вот эти мелкие толчки, чем когда вообще нет никаких толчков, напряжение в плитах нарастает, в какой-то определенный момент времени происходят вот эти вот большие землетрясения. Но это я вам так говорю своими словами, если вам интересно, почитайте про Сочи, но в принципе из-за того, что происходят мелкие толчки в Сочи, очень многие говорят, что бояться крупных землетрясений не стоит. Вот такое вот у меня сегодня получилось видео, ребят, почему-то я решила с вами этим поделиться. Вы знаете, как говорится, чему быть, тому не миновать, и прям загоняться на тему природный катаклизм не стоит. Просто будьте к этому готовы, что природные катаклизмы могут, они не зависят от нас, они могут произойти в любой момент. А как подготовиться, вы можете почитать в интернете, это люди специально собирают, так сказать, чемоданчики экстренной эвакуации и так далее. Поэтому, ребят, нужно жить дальше и не париться, и не париться сильно о том, что может произойти иначе, ребят, можно себе такую жопу загнать. Ну и как обычно, ребят, давайте, я вам желаю, чтобы вы никогда не переживали природные катаклизмы, чтобы у вас все было хорошо. Все будет чики-пуки. Пока. Пока.